Всем доброго времени суток, с вами Алисон Роуз, мы вернулись в Cooking Simulator, вышло дополнение, которое я ждала, оно очень долго у меня висело в списках желаемого в стиме, и вот наконец-то оно вышло вот сегодня, если этот ролик выйдет сегодня, то прям сегодня, 18-го оно вышло, Cooking Simulator Shelter, это новое дополнение, мы с вами играли и в пиццу, и Cakes and Cookies, все есть в плейлисте, можете посмотреть, мы это все проходили. Сегодня попробуем Cooking Simulator Shelter, мне было интересно, почему здесь будут новые механики, помимо того, что надо будет готовить, у нас здесь как бы, мы можем выходить на улицу, если я правильно понимаю, что-то еще и выращивать, в общем давайте почитаем описание, здесь я думаю все будет сказано. Добро пожаловать в Сектор 12, играйте за одинокого повара, которому необходимо завивать доверие местных лагерей, готовя подходящие блюда, вас ждут истории обитателей Сектора, починка старой станции связи и особые блюда для придирчивых едоков, тоже мне придираться бы в апокалипсис, каждое задание приближает вас к главной цели, отыскать семью, тут сюжет прям, вы узнаете, как готовить шашлыки и много новых рецептов из мяса мутантов. Чтобы получить ингредиенты для блюд, вам придется освоить технологии, позволяющие охотиться на мутантов, выращивать растения, вести торговлю с местным караваном, во как, видите, ладно, давайте смотреть, давайте смотреть, новая заставочка, там у них что-то еще по кокинг-симулятору вроде должно было выходить или не должно было, в общем, ребята молодцы, ты понимаешь, они берут все возможные темы популярные и как-то преобразовывают это в игру, все правильно они делают, потому что, да, уже поднадоедает в кокинг-симулятор играть. К концу 1980-х мир, каким мы его знали, поглотили вспышки ядерных взрывов. Немногим выжившим пришлось сражаться за ресурсы. Новые поколения людей существуют на грани выживания, но не теряют надежды когда-нибудь возродить цивилизацию. Вы выросли в пустоши и посвятили жизнь готовке. Уметь готовить жизненно необходимо, но вам хотелось подарить людям вкусы утраченного мира. В вашу жизнь пришел мир в день, когда вы встретили будущую жену, а рождение сыновей подарило вам два счастливейших воспоминания. Однажды на охоте на вас напали разбойники. Ох, смолча. Вам удалось сбежать, но вы вернулись в лагерь, но обнаружили там лишь пустоту и разгром. Единственной зацепкой стала записка. Вы сразу же узнали почерк жены. Найди нас. Долгие странствия привели вас в сектор 12. Это людное поселение недалеко от заброшенной станции связи. Обалдеть, заставка, я вообще ничего не понимаю. Вы нашли небольшое укрытие и неплохо оборудованную кухню. Здесь можно ночевать и готовить еду, пока вы занимаетесь ремонтом спутниковой антенны. Слушай, прям реально сюжет. Катсцены. Ух ты, етишкин-то пистолет. Добро пожаловать в дополнение Шелтер. Путь был долгий и нелегкий, но отдыхать на пустоши некогда. Нужно вновь отправляться в дорогу, на этот раз к спутниковым тарелкам. Вам повезло, оборудование в укрытии хорошо сохранилось, так что вам удастся приготовить кое-какие запасы для путешествия. Что-то я даже удивлена. Откройте справочник игрока. Что ты хочешь? А, понятно. Рецепт. Кебаб выживальщика. Мясные консервы, соус барбекю и масло. Значит, мы можем это все приготовить. Видимо, это мы возьмем с собой и будем чинить вышки. Я так и не поняла. В прямом смысле чинить? Интересно. Ой, ну... Ой, это так... Ой, а что так текстуры... Фух. Адвокаты, что так плохо выглядят? Я что-то не пойму. Найди нас. И почему-то это на медведя. Либо на медведя приклеено было, либо не знаю. Так, значит, здесь я, видимо, буду что-то выращивать. Офигеть. Вот, ты знаешь, вот этого не хватало. Новых механик. Значит, у меня здесь только, видимо, консервы-то и остались. А мне нужно их сколько? 500 грамм. Ну, вот у меня одна упаковка 500 грамм и есть. Значит, мы из нее сейчас будем готовить из консервов. Но я не поняла, с какого перепуга мы с вами будем готовить, знаете, не просто из консервов, а из радиоактивных животных. Вот для меня это вообще остается загадкой. Насадить на шпажку и жарить на гриле. А, так мне не надо ничего резать? А, ну ты меня, наверное, ведешь к ней. Значит, это у меня масло, да, соус барбекю, которое у меня есть. Хорошо, соус барбекю у меня есть. И нужно масло кактуса еще. А, ну и пока у меня все пусто, на самом деле. Вот есть... А я что, взяла? Воду взяла? Зачем я взяла? Поставь обратно. Какая-то проблема с нижними полками прям. Почему не ставится-то? Эх, водичка. Ну ты знаешь, что? Ну валяйся тогда здесь, если не хочешь. Масло кактуса взяли, хорошо. А какая шпажка мне? А-а-а! Ясно. Все, насадили. Я сделала кебаб. Послышишь, из мясных консервов. Так быстро слепила. Нужно поставить на гриль. Ничего себе тут реально все так подготовлено. 60 секунд жарить. Я вообще в восторге. Так, а нужна тарелка, да, я думаю? Ну да. Тарелка простота. Она еще и стоит денег. Мне интересно, что здесь за валюта вообще? Пока не ясно. Значит, нужно сделать заправку. Нет, давайте за кебабом последим, а то я знаю. 3 секунды я отвернулась, все сгорело, блин. Значит, смотри, мы готовим кебаб. Кладем его сюда. Нам нужно замешать какую-то подливку. Соус барбекю 10 миллилитров. Ну да, давайте пока сделаем. Хорошо, ладно, ладно. Если что-то случится, то будет очень жаль. 9 миллилитров. Да и черт с ним, этого достаточно. Еще выпендриваться в зомби-апокалипсис. О, в зомби-апокалипсис. Как будто тут ядерная, наверное, все-таки была война какая-нибудь, да? Или типа того. Все, да, вырубаем гриль. Хорошо, вот кебаб тебе. А как и куда? Что заправка? А, вот тарелка для кебаба, елки. Не сообразила. Все, все, все. У меня же указывает игра, а я что-то тороплюсь куда-то. Все, значит, я ставлю отсюда кебаб. Значит, что я добавила сюда? Соус барбекю. Ну ладно, давайте постараемся идеально. А потом уже как пойдет. Ну вы знаете меня. Сначала по чуть-чуть. Ну я так и думала. Етиш, твою ж мать же ж. Ну как и знала я. Ну, чуть-чуть. Я все вылила. Да е-мое! Это невыносимо. Так, 10 нужно. Да, опять перелила. Да и черт с ним. Все, масло кактуса 10 миллионов. Что за масло кактуса? Кто-нибудь пробовал масло кактуса? Сколько, сколько? Непонятно сколько. Ну, значит, ладно. И вот это полить, да, надо? Интересно, а девки пляшут. Ну, допустим. Хорошо, и что теперь? Это кому-то подать теперь надо? Ну вот я приготовила. Что ты еще-то от меня хочешь? Подавайте теплым. Кому? Это же мое блюдо. Я должна его кому-то подать? Пипетка! Аааа! Ооо! Вот она самодеятельность называется, Ксюш. Ну подождать же надо было 3 секунды. О боже. Я когда-нибудь научусь в этой игре готовить? Как считаете? Ну когда-нибудь-то точно, ну то есть через полвека там возможно, да? Когда-нибудь, когда уже буду старая, видимо, тогда я научусь. На пипетку надо было. Какая разница на пипетку? Я могу и так полить. Зачем на пипетку-то? Обязательно что ли? Ну что, эти бутылки какие-то неконтролируемые, честное слово. Ладно, все, вот я сделала. Беру в пипетку. Нужно 20 миллилитров ровно. Ой. Ну вот этого пендрежницы-то, мне кажется, совсем не нужно. Вот вы как считаете? Да, можно было бы просто налить. Ну все, сейчас я полила. Я сделала идеально, да? Пипетка также дает дополнительные возможности. Она позволяет брать жидкости из бутылок при помощи и свободно их перемешивать. Пипетку также легко опустошить в контейнер с помощью. Ага. Нужно прицелиться. А, да чего мне раньше не сказали? Я тут потратила миллион масла, чтобы приготовить нормально. Ладно. Все, да? Лагерь, караван. Так, и что? Закрепи второй рецепт фупа. Фупа зеленых грибов. Как интересно. Ну, допустим, ладно. Значит, давайте пока готовить. Видимо, после этого мы как раз таки с вами и пойдем. Не знаю. Что-то искать, что-то собирать. Пока не ясно, если честно. Значит. Я собрала бульон. Мне нужно 150 грамм картофеля. У меня он есть. Хорошо. Зеленый гриб нужен. Что еще за зеленый гриб и как он выглядит? А его можно есть? Он не ядовитый случайно? Ну, гриб выпал. Ну и хрен с ним. Так, ну давайте готовить. Хорошо. Ладно. Я думаю, мы справимся с вами. Я не вижу, чтобы это надо было как-то резать. Видимо, и не надо резать. Я не люблю, когда в супе все... А может, это суп-пюре? А, ну да. Измельчить до однородной массы. Значит, вот тебе грибы твои. 100 грамм картошечка, непочищенная. Вот так прям. И куриный бульон 700 миллилитров. Ну все, бульон. Если ты меня подведешь, то я все не доверяю жидкостям абсолютно. Так, ну почти. Значит, нужно варить 60 минут. Хорошо. Слушай, мне кажется, меня должны в любой лагерь принять с распростертыми объятиями. Вам так не кажется? Я умею делать супы. Суп же это полезно. Как же это? С такими навыками меня куда угодно должны взять. А тут еще, оказывается, мне придется, представляешь, доказывать им, что я что-то там умею. Я не понимаю. Я не понимаю, что тут доказывать. Если ты умеешь готовить суп, то все. Там должны какие-то бабушки вступить, сказать, так суп умеет готовить. Суп-то не все умеют делать. В наше время супы все умели. А она, вон что делать, суп умеет варить. И все. Знаете, что меня раздражает во всей этой каталасии? Вот зеленый гриб сварится быстрее, чем чертова картофель. Картофель, чертов. Не, ну я не виновата. Картошка-то не доварилась. Мне что, не ждать ее? Ну, значит, будет сырая картошка. Может, это рецепт. Откуда я знаю? Вообще-то есть рецепты. Да? Ну да. Ну есть же рецепты такие. Где сырая картошка. Предположим, что это тот самый рецепт. Если нет, то я вроде как все равно готовлю это для себя. Ого. Какой самодельный интересный блендер. Ну, давай перемолим все это. Картошка только не перемалывается. Ну, конечно, она же не доварилась. Добавить ингредиенты в ту же кастрюлю. Ну, мне что, еще поварить, что ли? Слушайте, эти рецепты какие-то запутанные. Ну, серьезно. Ну, что значит? Ну, картошка-то реально не сварилась. Ну, мне же надо дождаться, пока она сварится. Кстати говоря, написано облучение вообще-то 9. Если вы видите, видите? Большая кастрюля и 9. А у нас не вырастет третья нога. Ну, к тому моменту, как мы найдем нашу жену, это нормально? А в крысах сколько тогда? Ну, где-то... Что-то должно быть сказано здесь про радиацию, я вам гарантирую. А то иначе очень странно. Есть радиоактивные блюда и ничего не сказано. Ладно. Эта подлянская картошка не хочет перемалываться, ты понимаешь? Но эта картоха реально задолбала. Она не берется еще оттуда, падла, ко всем прочим. Как ее тут достать? Может, надо поговорить с ней по душам, с этой картохой? Ну, картоха как-то, да, не сотрудничает. Ну, вдруг она в какой-то момент перемолится сейчас, допустим. Вот сейчас она решит перемол... Ультергейст еще не хватало мне здесь. Зачем ты мне ставишь тогда рецепт, если ты мне все равно говоришь, что делал? Так твой суп что мне с ним, выкинуть нахрен? Все, пропустила все. Нельзя это пропустить. Издевательство какое-то. Они хотят, чтобы я суп заново делала. Все, варим еще раз. Варим 60 секунд, как сказано. Ты знаешь, я дождусь, пока она сварится. Этот рецепт какой-то дурацкий. Нет, я могла нарезать картошку, тогда бы она быстрее сварилась. Ну, зеленый гриб теперь подгорает. Все, я не знаю. Я не понимаю ничего. Почему как только мы начинаем играть, вечно какая-то хрень происходит. Это картоха не перемалывается, ну ты видишь? Ну, я измельчила же содержимое твоей кастрюли поганой, нет? О, все! Наконец-то! А та порция супа... Может, надо было блендер просто ниже опустить ее? Ну, ладно уже. Да уже... Настолько все равно. Налейте в кастрюлю 50 миллилитров сливок. Но это сметана. А почему нет? Правильно, сливки, сметана, одно и то же же. Теперь я буду действовать строго по инструкции, а то, понимаешь, ничего не будет получаться. Все. 20 миллилитров твоего дурацкого кактусового масла нужно налить еще. А тут всего... А тут сколько этого масла осталось-то? Ну, надеюсь, все получится. Давай посмотрим. Ну-ка. Все, перелила к чертовой. Приготовьте глубокую тарелку. Конечно, безусловно. Для кого стараемся-то мы? Я что-то не понимаю. Для себя же только родивеньких. Ну, если мы стараемся только для себя родивеньких, я не вижу смысла так заморачиваться. Наши никто сейчас не оценивает. А суп не выльется из вашей этой миски? До краев-то кто наливает суп? Отложите блюда. А кто-нибудь может прийти в мой сральник разобрать все? Что-то у меня вопрос есть. Меня-то что-то уже просто заговнякало все. Не специально, конечно, но так вышло. Может кто-нибудь приберется за меня? Поданные блюда. Кому я их подаю? Я думала, я для себя готова. А, или я деньги запасаю в дорогу, что-то... Хорошенько подготовившись, вы покидаете убежище и направляетесь к радиостанции в отчаянной надежде отыскать свою семью. Каждый шаг напоминает о вашем длинном путешествии. Приближаясь к станции, вы молитесь о том, чтобы радио работало. А оно не работает, да. Вы заходите в здание и бежите к радио, совершенно не замечая, что место уже давно заброшено. Попытки включить свет оказываются тщетными. Затем вы замечаете, что в заднем... В здании нет, не только источника питания, но и проводов, микрофонов и наушников, а сам экран радио разбит. Вот вандалы, делать нечего, что ли? Очередная напрасная попытка. Надо было инженером становиться. Очередной тупик. Инженером, а не поваром. Разочарования и опустошения настигают вас, и вы покидаете радиостанцию. Погрузившись в раздумья, вы не сразу замечаете отдаленный гул моторов. Караван на горизонте разжигает в вас огонь надежды. Возможно, у них есть нужные детали. Взамен вы предложите им еды. Должно сработать. Со всей решительностью вы направляетесь к убежищу. Новая цель. Надежда умирает последней. Нужно найти способ связаться. Путь к сердцу каравана лежит через его. Желудок. Шашлык из карпа. Пожалуйста, я сейчас так вас накормлю. Я так вас накормлю. Накормлю. Радиоактивный карп. Так, а... А меня все еще интересует сральник. Кто-то хочет прибрать? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Я, я, ну, случайно это заговнякала. Я правда не хотела. Все сама, да? Ну, типа, сама заговнякала, сама я виновата. Ясно, ладно, хорошо. Ну, что поделаешь. Жизнь несправедлива. Ну, надо прибраться. Я не виновата, что я тут все заговнякала. Я в этом убежище первый раз. Извини, как не на своей кухне готовите. Конечно же, непривычно с первого раза. Правильно, правильно. Я считаю абсолютно правильно. Я оставлю этот чертов суп, потому что я не уверена. Вдруг кому-то из них он, ну, захочется его. В принципе, можно было бы их и супом накормить. Он не такой ужасный получился. Не понимая, почему мы готовим что-то заново. Готовь из того, что есть. Ищи то, что под рукой находится. Тоже мне выпендрежничество. Вот тут из карпа что-нибудь сделала. Потом карпа что-нибудь сделала. Потом фуагры они захотят. Откуда у нас эта еда вся появляется? Хорошо. Вот я положила карпа. Приправа сушеная мята. Капец. Вот кто-то готовил по этому рецепту хоть раз. Мне так интересно. Это вообще как вкусно. Без понятия, если честно. Это вообще съедобно. Например, я мятой. Я мяту только в чай добавляла всю свою жизнь. Я серьезно. Больше ничего подобного я не делала. Так, значит в миску нужно добавить ингредиенты. Масло кактуса 10 миллилитров опять. Нет, знаешь что? Давай-ка из пипетки. Эта пипетка начнет сегодня работать или чего? Не хочет она, да? Ладно, налью аккуратно масло. Отлично, 10 миллилитров. Идеально. Так, горчица. Блин, я тоже хочу такое попробовать. Я каждый раз начинаю думать о том, что я очень мало попробовала еще изготовки. Вы знаешь, каждый раз играешь в такие игры. Еще веселее было бы в этот момент. Ох, как много горчицы получилось. Очень жаль. Будете жрать, как дают. Вот играешь ты в такую игру, приходит твой муж, а у тебя ничего не приготовлено дома. И ты такая, ну вот. Он такой, что в игре приготовила, да мать твою, все разбилось. В игре приготовила, а мне не приготовила. Вот понимаешь, только об этом сказала, сама себя взбесила этим. Сок кактуса крайне, блин, из хрусталята, что ли, сделан. Я вообще все неправильно сделала. Если им что-то не понравится, то очень жаль, потому что я не смогу ничего сделать. Нужно сделать заправку, да, вот эту вот. Значит, мне нужно ей как бы полить. Значит, заправка 20 миллилитров мне нужно из этой смеси получить. Это для кактуса. Обязательно такую музыку с таймером вот ставить, да, чтобы меня прям это побольше раздражало. Я поняла. Ну окей. Хватаем шпажку. Натыкаем карпа. Прям шашлычок. Елки-маталки. Ну так это уже никакой не постапокалипсис. Это прям как дача чья-то. На дачах обычно, знаешь, ремонт такой отстойный, лишь бы вот приезжать шашлыки есть. Поэтому это больше похоже на чью-то дачу. Так и представим. Вот в таких, кстати, подают жареную картошку с грибами. Ну все, я же говорю, есть захотелось. Я так это, ну, так я и думала. А он еще и самоповорачивающийся. Не, я, конечно, все понимаю, но это какой-то электрогриль мечты. Во время апокалипсиса. Ты представь себе. Может, он еще и сам готовить будет? В принципе, а чего нет? Когда-нибудь уже должен поедать скукинг-симулятор, где надо собрать своего робота, который будет за тебя салат резать? Ну? Когда уже это обновление мы получим? Я очень его жду, между прочим. Отлично, карп готов. Карп кладем. Карп, пожалуйста, забирайте. Вкуснятина невыносимая. Видимо, надо поставить сюда. Пожалуйста. Что они нам скажут? Ничего пока не скажут, потому что нужно приготовить крыльцу. Ммм, съедобненько, да? Я бы и крыс съела, елки-палки. Вот, честно. Ну, честно. Мало ли чего, понимаешь? Даже крыса при определенных представительствах может быть очень вкусной. Особенно, если ты живешь, допустим, в апокалипсис. Ну, не тараканы же жрешь, правильно? Какая разница-то? Вот, и я так думаю. Так, надо полы как-то помыть. Тут что-то я тут все засрала. Надо прибрать, потому что за меня это никто не сделает. Я уже... Мы это уже проходили. Мы уже это проходили, ребят. Мы уже все это проходили. Этот сральник, если не убрать сейчас, дальше он станет только хуже. Я это прекрасно понимаю, поэтому я, знаешь, что... Возьму. Сейчас вот. Сейчас я вот это вылью отсюда. Я соберу сюда все вот эти вот штучки. Не собирается в эту фигню, блин. Здесь у нас где-то ловушки стоят. Откуда у нас и крысы, и карпы? Поставщиков у нас вроде нет. Мы тут один-оденешенько. Тут какие-то, знаешь, несостыковочки. Мы заработали за первый день какие-то деньги за блюда, хотя мы их готовили для себя. Но мы их никому не продавали, понимаешь? Крысиное мясо выглядит как окорочок. Это из каких-то соображений? Чтобы кому-то грустно не стало или что? Ты это пообъясни мне? Возможно, чтобы кто-то не загрустил, что бедных крыс едят. Наверное, потому так и сделано. Так, жарить сто секунд. А на чем жарить-то? На сковородке? А, нихрена. Достань. Вот здесь надо жарить 60 секунд. Так, значит, дальше. Подавайте теплым. Хорошо, пожалуйста. Дальше. Нужно взять картофелину и разделить на четыре равные части. Ой, с равными частями у меня тоже проблем. Я вообще на той поверхности готовлю. Мне кажется, я что-то перепутала в этой вселенной. Что-то я не там все жарю. Ой, и гриль работает. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Наверное, бензин-то здесь не резиновый, да? Так, на сколько? На четыре равные части? И что, равные части-то вышли? Без понятия. Добавьте в кастрюлю. Кастрюля. Поскольку она кусочков по 42. Ну, почти. Что там, не сгорело еще? Нет, нормально. Значит, что нужно? Масло кактуса опять. А что с этим маслом кактуса? Оно какое-то волшебное. И 35. Ага. Понятия не имею, что происходит. Но я готовлю восхитительные блюда из того, что есть под рукой. Это просто невероятно. Я считаю, что... Нет, серьезно. Меня должны были уже забрать и принять в банну. А почему мы жарили в кастрюле картошку, а не на сковородке? Есть у кого-то какая-то, ну... Вы что-то понимаете? Я нет. Да положи ты уже это мясо, быстрее! Да, подача, конечно, великолепная вообще. Мне кажется, они такого даже в ресторанах не видели. Ну, слушай, мне кажется, здесь люди не должны быть особо привередливы. Камон. Они здесь, блин, слаще морковки ничего не ели. Поэтому, знаешь, хотя бы даже порезанная картошка, а не целиком запеченная в песке, уже должна их порадовать. Нет? Это апокалипсис или что тут? Я не понимаю. Или мы тут отдыхаем? Ладно, на, ваше это крысиное мясо выглядит отстойно. Но это не мое дело. Вот, забирайте. Приятного аппетита, как говорится. Надеюсь, вам понравится. Какой прекрасный день! Мы увидели, как ты возвращался домой со старой станции. Сунуться туда бог только сумасшедшие, а сумасшедшие лучшие клиенты. Я Милоран, а это мой караван. Мы снабжаем сектор 12 продуктами и инструментами. А у тебя тут вкусно пахнут. Вот как насчет небольшой сделки. Подробнее о продажах. Поселяться из разных лагерей предпочитают разный уровень радиации в еде. Что? Мне, пожалуйста, картошку, от которой мне отвалится палец. А мне, пожалуйста, картошку, от которой отвалится целая нога. Или, типа, знаешь, недостаточно жахает радиация, видимо. Лично я не люблю, когда котлеты светятся, а вот зеленая Лиза обожает. Зеленая Лиза осталась жить недолго, судя по всему. Я вот смогу купить. Ого, карп, да, подешевел. Пусть цивилизации страны исчезли, но торговля никуда не делась. Если есть деньги, купить можешь что угодно. Было бы неплохо взять еще что-то, кроме еды. На перевозку тоже стоит денег. Так что не стоит рассчитывать на выгоды и цены. Что одному мусор, другому тоже мусор. Спасибо. А тут у нас эксклюзивная коллекция редкостей. Смотри, сколько хочешь, но не советуй попытаться что-то тянуть. И деньги не возвращаем. Для понятности мы все разделили на вкладки. Ты с таким, наверное, уже встречался в других секторах. Не знаешь ли... Мы, знаешь ли, не хотим быть хуже десятого. Использую А и Д, чтобы переключаться между ними. У тебя тут много прикольного, но меня мало что интересует. А вот эта банка мясных консервов выглядит аппетитно. Заплачу за нее 8. Идет. Чтобы продать продукт, нужно дважды по нему щелкнуть. А, то есть она у меня купит консерву. А я у нее могу что-то купить. В два раза дороже! Обдиралово! Крысиное мясо 24 стоит. Картошечка тут стоит 1, а тут 2. Ну, охренеть, два раза дороже. Первое правило пустоши. Еда дороже всего, особенно домашняя. Можешь попробовать вырастить что-нибудь из семян. Но я не знаю, что вырастет. Может, гриб? При покупке количество можно задать в отдельном окошке. Ага, ты мне предлагаешь что-то купить. Росток зеленого гриба, приманка для рысп, крысп, противень. То есть, так, ну ясно. Она говорит, что возможно вырастет гриб. Типа она сама не уверена, что из этого все вырастет. Ну, допустим, возьму зеленый гриб. Если хочешь с нами торговать, тебе нужно охотничье ружье. Можешь взять мое старое. Я это рассматриваю как инвестицию. Так что постарайся не продырявить себе колено или еще что-то. А вот винтовка. Фига ты мне за один доллар ее продашь? Я думала, оружие ценнее только может быть. Офигеть. Ну ладно. Десять патронов я куплю. Эти бумажки мне продал повар из одиннадцатого. Похоже, это рецепты, так что могу отдать. Мне-то они все равно не нужны. Запиши их в свою книжку. Ну что ж, продуктный денек выдался для тебя. Надеюсь, мои небольшие вложения окупятся ценой хорошо приготовленной еды. Нам пора, а тебе, пожалуй, стоит браться за работу. Раз кисами себя не посадят, а крысы-мутанты тебя в кастрюле не запрыгнут. Чувствую, нас ждет плодотворное сотрудничество. До завтра. Я куплю, пожалуй, приманку для крыс. И все, наверное, пока. Без понятия, что там были за рецепты, но и все, да? Идите в сарай. О, окей. Ого, тут реально можно выйти на поверхность. Офигеть. Так, вот винтовка. Хорошо. Нет боеприпасов. Беру боеприпасы. Тишкин, твою мать. Эти крысы размером... Я застрелила крысу! Вам не кажется, что эти крысы размером с полудинозавров? Ну ладно, шучу. С огромную собаку. Нифига себе, ничего. Мне прямо вот так добывать? Но здесь выйти-то все равно, конечно, нельзя. Идите вниз. Ну все, значит, мясо собралось само собой. Мясо автоматически появляется в инкубаторах после охоты на мутанта. Если вы сильно сократите поголовье мутантов, придется подождать, пока оно не восстановится естественным образом. Понял. То есть без конца, короче говоря, крыс убивать нельзя. Пойдемте, посадим грибы. Берем грибочки. Сажаем грибочки. Берем грибочки. Сажаем грибочки. Полейте ростки. Ростки можно поливать любой жидкостью. Что значит любой? Оно что, прорастет от масла, ты хочешь сказать? Ага, вот индикатор загорается. Видишь, когда достаточно этого воды. Окей. Еще, еще, еще. Насыпьте землю. Ух ты. Что? Жидкость, которую можно поливать саженцы, на растения не влияет. Саженцы вырастают за ночь. Не забудьте завтра собрать с урожая. И помни, если не присматривать за растениями, они мутируют и превратятся в монстров. Что, простите? В каких монстров? В каких еще монстров? Так, блюда, блюда я никакие не подавала. Окей. Ох, мама. Вот карта сектора 12. Здесь будут отображаться фракции, с которыми ты работаешь. Ты можешь отслеживать прогресс и подзарабатывать на необязательных спецзаказах. Окей. Спецособый торт из крыс. Зай, чтобы они вот так стояли вокруг торта. Их просто так привязываешь. Вокруг местного торта из консервов. Спецзаказы позволяют быстро разбогатеть. Нужно выполнить особые требования за ограниченное время. За это полагается отличная награда. А вот если ты провалишь задание, придется заплатить небольшой денежный штраф. А, здесь еще и деньги с меня сдерут, если я что-то не так сделаю. Я тут поговорила с лидерами лагерей. Ты, похоже, соображаешь, поэтому у меня к тебе предложение. Если докажешь мне, что ты хороший повар, познакомлю тебя с еще одним лидером. Вокруг твоего бежища полно крыс. Ненавижу этих тварей. Единственный их плюс – это вкусное мясо. Я же тебе ружье не зря дала. Пристрели пару-тройку, а потом... А можешь меня потом вкусненьким угостить. Нужный рецепт можно найти по названию и по используемым продуктам. Я буду здесь завтра в 8.20 вечера. Так что подготовь что-нибудь на продажу. Крыс-мутанты. Поймать требования. Крысиное мясо минимум 3 звезды. Давайте смотри. Вот. Особое. Я могу принять особое здесь блюдо. Да, это, видимо... Видимо, да, какой-то особый заказ. То есть, окей. Она сказала завтра в 8 вечера. То есть, у меня начинается новый день. Мне нужно поймать крыс-мутантов, да? Быстрая доставка. А радио позволяет заказывать продукты, если вы забыли что-то купить у каравана. Но стоить они будут гораздо дороже. Когда загрязь придет... Ого, не забудьте забрать его в лотке для посылок. Ни хрена. Да там, это не цены. Да это обдиралово какое-то. Вы чего? Так, мне нужно набрать немножко. Увы, мутанты не грибы. Они не вырастают после дождя. Чем больше мутантов, тем выше шанс их поймать. Но если добыть их слишком много, придется ждать весь день. Понял. То есть, я должна проверять популяцию. У меня пока до хрена. Этой популяции сейчас вот так. Я не знаю. Мне не надо больше, наверное, добивать. Чего я их буду зря перестреливать? Правильно? А, нет, там была крыса-мутант с какой-то картофель-фри. Вот, надо еще кого-то завалить, а то мало ли что. Молодец, все. Ну, пойдем. Значит, она сказала, приготовить заказ для нее и приготовить спецзаказ. Спецзаказ у меня один. На этой вкладке собрано активное задание. Задание можно закреплять. Ок. Как посмотреть спецзаказ? Вот, задание. Спецзаказ у меня. Здесь нужно просто любое блюдо. Здесь просто картофель-фри. То есть, я могу, в принципе, выбрать что угодно, получается. Ну да, судя по всему. То есть, я здесь выбираю задание. Могу выполнить срочное задание. Могу и обязательно должна выполнить задание для нее. Таким образом, мы заработаем сколько-то там денег. Ясно. Слушайте. Ну, на мой взгляд, для первого раза этого достаточно. Мы, наверное, с вами в следующий раз продолжим. Продолжим смотреть, разбираться, что там происходит. Здесь реально есть какой-то сюжет. Поэтому играть, конечно, гораздо интереснее стало. Пишите, пожалуйста, вы как давно вообще забросили Кукинг-симулятор? Ждали ли? Знали ли вообще, что выходит данная DLC? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Отдельное спасибо спонсорам канала. Ну, а мы с тобой увидимся в других роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok